Всем привет! С вами Ирина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы будем подводить рукодельные итоги лета 2024 года. Сразу оговорюсь, будут они не масштабные, они будут достаточно скромные, потому что я решила, что летом у меня будет творческий отпуск. Я вышивала исключительно в свое удовольствие, и у меня за все лето вышло, наверное, всего два ролика. Ну и плюс, я очень много читала, поэтому будут готовые работы, их будет немного. Сразу скажу, три. И будут текущие процессы, у которых тоже три. Остальные процессы я, наверное, покажу вам в следующем видео. Мы проведем инвентаризацию моих текущих процессов, где посмотрим все текущие процессы, с которыми я вступаю в осень 2024 года. Ну а сейчас давайте поговорим об итогах. Давайте начну с работы, которая вроде бы как закончена, но вроде бы как и не до конца. Я сейчас говорю о яйце от Риолис с примулами. Я в своем видео в одном говорила, что я обязательно его оформлю, соберу, но на данный момент у меня сейчас нет времени, и я, когда дошью другое яйцо, обязательно соберу два. Но поэтому вроде бы как работа закончена, все крестики, полукрестики, полукрестиков там нет, бэкстич и бисер пришиты, вышиты, но не собраны. Работа выглядит вот так на данный момент. Вот. Очень яркая, но единственное, что я уже заметила по не первому видео, цвета, конечно, не очень передаются правильно, но все-таки очень ярко, очень красиво, и гораздо легче, чем это было с подснежниками. Примулы дались мне легко, если бы у меня было много времени на этот процесс, то, конечно же, я бы его вышивала практически не поллета, но вышивала, да, я его поллета, потихоньку, помаленьку, по крестиков в 100 неделю, и вот так вот в итоге у меня примула готова. Вышивала я на родной основе, ничего не меняла, вышивала я в рамках такого маленького у нас между собой, который проходит у меня в группе ВКонтакте. Мы сейчас, я думаю, дошьем уже с девочками, и все, и закроем эту тему. Это был не совместник, мы просто вышивали для себя, в свое удовольствие. И вот девчонки вышли тоже по несколько яиц, кто-то тоже не собрал, как я, кто-то собрал. Ну и вот я, не отставала. Это то, что касается вот такого небольшого процесса. Напомню, что у меня 5 яиц куплено от Риолиз было, и в планах вышить именно все эти 5 яиц в течение года до следующей Пасхи. Вышито пока что с подснежником, и вот примула тоже готова, но буду собирать уже, когда вышью третье яйцо. Ну и давайте сейчас будет магия монтажа, и я вам уже покажу две достаточно масштабные работы, которые я закончила тоже летом. И первая работа, которая была закончена в июне 2024 года, это «Псков» от Алены Савченко. Я сама из Пскова. Правда, это мой неродной город, если судить по паспорту, и мой родной город, если говорить о том, к чему лежит душа. И я всегда мечтала воплотить любимый город в крестиках, и вот после долгих поисков, потому что есть схемы Пскова, но они все мне вроде бы как нравились, но не настолько лежали в душу, как вот «Псков» от Алены Савченко. И это, конечно, любовь. Я как увидела эту схему, я бросила все, забыла о всех своих планах, о том, что я не собираюсь ничего начинать, и начала. Если мне не изменяет память, это как раз-таки и старт был 2024 года, поэтому, в принципе, достаточно быстро я эту работу вышла. И я даже, я была в отпуске, и я успела сделать красивую фотосессию для этой работы, как, в принципе, и мечтала. Правда, такого кадра, 100% кадра у меня не получилось сделать почему-то, потому что я поняла, что снимок был сделан с воды, по которому рисовалась эта картина. Но я все-таки постаралась сделать фотографии, и судя по реакциям, как вашим, так и дизайнера, фотографии получились достаточно неплохие. То, что касается работы, то вышивалась она легко, у меня не осталось каких-то таких воспоминаний о том, что мне что-то сложно давалось, даже небо вышилось легко, но я кое-что изменила. У меня есть изменения вот здесь вот в надписи Псков. Если вы посмотрите на скрин у дизайнера и на мою надпись, то вы можете заметить некоторые отличия в буквах, но мне показалось, что вот так вот будет лучше. Ну и плюс у меня на соборе вышиты кресты. Я подсмотрела эту идею у своей подружки, рукодельной Нади. Она вышла раньше. Мы начинали все вместе, но Надя вышла раньше. И она вышла крестики. И я подумала, что я тоже так хочу сделать, поэтому это не моя идея. Я ее повторила, но она вот мне очень приглянулась. То, что касается всего остального. Да, здесь было достаточное количество блендов. Да, здесь достаточное количество бэкстича, особенно в соборе. Вот вы можете видеть, что черным цветом тут вышивается очень много всего. Но мне, в принципе, все понравилось. То, что касается зеленых оттенков на крыше, я как-то говорила, что меня немножко смущает то, что зелень есть на крыше. Мне писали в комментариях, что, возможно, да, это вот имеется в виду то, что у нас есть, когда старые мы крепости видим, на них есть мох различный. Это, можно сказать, следы древности. И я с этим согласна. Но почему они меня смутили, вы сейчас поймете. Потому что, скорее всего, фотография, по которой рисовала Алена, была сделана достаточно давно. Так как у нас уже давным-давно проведена реставрация крепостных стен, и там не видно вот этих вот следов древности, и доски там все свежие. И я уже отвыкла это все видеть. Я помню, что когда я еще только приехала в Обсков, когда я училась в Обскове, крепость была не в таком состоянии, в котором она сейчас. Но вот, видимо, фотография более старая. Поэтому меня этот момент немножечко, немножечко совсем смутил. Ну, а в остальном, в остальном все, в принципе, меня устраивает. И результат мне очень нравится. И я не вытаскивала из пялят специально эту работу, чтобы вам снять и показать. Но в будущем я планирую купить ей круглую раму. Единственное, что я раньше ориентировалась на работу Нади, но Надя не вышивала надпись в Обсков. Я ее вышила, поэтому у меня немножко другие будут габариты. Если все будет хорошо, и я смогу посетить формулу рукоделия, которая будет в Питере зимняя, и я очень надеюсь, что она будет не такая формула рукоделия, как она бывает обычно зимой в Москве. Я надеюсь, что кто-нибудь из багетных фирм приедет и будут продаваться круглые рамы, то я вот с удовольствием ее куплю и подберу эту раму для этой работы. Ну, или что-нибудь другое поищу. Если думаете, вышивать эту схему или нет, то вышивайте. Единственное, что про дизайнера я ничего сказать в общем не могу, потому что это было первое знакомство у меня со схемами Алены Савченко, и пока у меня других схем в запасах ее нет. Но эта схема вышивалась легко. Каких-то вот сложностей схема у меня вроде бы как не вызвала. Но прошло очень много времени, и я могла что-то подзабыть. Ну, а с другой стороны, если я об этом подзабыла, значит, ну, не так-то все было и сложно. Так, ну, давайте уже перейдем к следующей готовой работе. А следующая готовая работа – это замок от Мережки. Этот замок я вышивала, ну, как минимум, мне кажется, наверное, года два. Долго я его вышивала, но работа чудесная. Красивый замок, и мне безумно нравится результат. И да, это моя мечта. Я мечтаю, что когда-нибудь я все-таки увижу его воочию, а не только на фотографиях или на вышивке. Если говорить о самом процессе, то замок-то вышивается несложно. Особенно несложно вышиваются вот эти вот горы на фоне, несмотря на то, что вы можете заметить даже невооруженным глазом. Видно, что здесь очень много цветов используется, и бленды, и крестики, и полукрестики, но фон вышивается легко. Даже сам замок вышивается легко, хотя я не очень люблю вот эти вот оттенки, но все быстро вышивалось, и этот процесс всегда был очень легким. Я вот садилась за него, и 100 крестиков, которые я могла вышивать на каком-то другом процессе, я вышивала гораздо быстрее на замке. Поэтому, если мне где-то надо было брать количеством крестиков, то можно было использовать замок. Бека здесь много. Да, Бека здесь много, особенно его много вот в самом замке. Вот эти вот все оконца, все вот эти вот бордюрчики, они все вырисовываются бэкстичем, и его здесь, да, много. Я даже немножко вот здесь вот бэк потеряла, потому что здесь есть коричневый бэк, который, в принципе, не очень виден. Плюс у меня была история с нехваткой ниток. Да, не хватило, правда, одного только оттенка, оранжевого вот здесь вот у меня вышиты уже ниточками DMC, просто купленными, подобранными на глаз, но они немножко другие. Они такие яркие, но все-таки какие есть, это было немножко обидно, потому что я экономная вышивальщица, уже об этом говорила, не вышиваю парковкой, не обрезаю длинные нитки, не делаю протяжки большие, поэтому для меня это было достаточно неожиданно и не очень приятно. Ну, а во всем остальном, замок вышивался легко, но так как много процессов, я его все время откладывала на потом, на потом, на потом, и тут вот у Любы Воденниковой, в ее группе ВКонтакте, реальная вышивка, случилась игра, вышивальное средневековье, где надо было вышивать определенное количество крестиков на какой-то одной работе. И я решила, средневековье, замок, замечательно, я буду вышивать замок, сначала там я вышивала по 300 крестиков в неделю, потом по 600, и в числа 18-19 августа я закончила замок, поэтому это самый такой, можно сказать, горячий финиш и один из самых долгожданных финишей. Нитки остались, но нитки я, наверное, как-нибудь сяду и разберу, потому что Мережка, они комплектуют свои наборы нитками DMC и DMC в хозяйстве пригодится. Итак, это третья готовая работа и последнее, что я могу вам показать, именно из готовых работ, поэтому сейчас будет опять магия монтажа, и мы уже поговорим о текущих процессах. Не будем далеко уходить от яиц, отриолис пасхальных, и я сейчас вышиваю яйцо с нарциссами, ну, как сказать, вышиваю, я его немножечко ковыряю, если так выражаться. Вот так вот выглядит у меня мой процесс. Пока вышиваю очень медленно, но это связано с другим моим текущим процессом, и я вам сейчас тоже о нем более подробно расскажу. Ну, а вот на этом процессе останавливаться не буду, потому что, ну, вышиваются яйца реолис хорошо, быстро. Единственное, что вот говорила в рукодельном влоге, и здесь, повторюсь, вышивается на другой основе, то есть равномерка, равномерка, только здесь вот белая, а здесь такая кремовая равномерка, но я решила ее не менять, и решила, что как вот выглядит, что вложено в набор, то мы будем вышивать. Ну, а больше останавливаться на этом процессе я смысла не вижу, поэтому давайте переходим уже к следующему. А следующий текущий процесс, он в кадр не будет помещаться, поэтому я вам буду так руками водить. Это сэмплер, который я вышиваю в совместном проекте «Яркое лето», в совместном отшиве. Каждый элемент, вот этот вот, он разработан различными дизайнерами, и за участие надо было в совместном проекте заплатить 250 рублей, и при отшиве одной основной схемы можно получить бонусную схему, в подарок, и, соответственно, после того, как ты отошьешь основную схему, ты получаешь следующую. У меня вышито пока что 4 схемы, и одна бонусная. Вот здесь вот я начинала еще одну бонусную схему, но пока бросила ее, по какой причине? Совместник имеет свои сроки, и крайний срок – это 18 сентября. До 18 сентября мне надо вышить еще один элемент, вот здесь, который будет располагаться, чтобы получить последнюю бонусную схему, и тогда уже бонусные схемы я могу спокойненько вышивать не в рамках данного совместного проекта. И вот этот вот сэмплер, в принципе, является причиной того, что я вышивала, можно сказать, всего лишь два процесса. Это был замок, который я закончила, и заместо замка я взяла новый, и я вам ее следующий покажу. Ну и, соответственно, вот эти вот овощи. Я девочкам показывала эти результаты и в группе ВКонтакте у себя, и в Телеграм-канале. Если не подписаны, подписывайтесь. Вот, устала рука. И по данному сэмплеру снимается отдельное видео, там я вам расскажу о всех своих впечатлениях. Еще некоторые впечатлениями я делилась в рукодельных летних влогах. Но пока я очень довольна тем, что я решилась на вот эту такую авантюру, потому что я достаточно медлительная вышивальщица, и решилась вышивать данный сэмплер. Ну, пока укладываюсь. Пока у меня есть еще как бы две недели, да, две недели, и есть возможность успеть закончить этот сэмплер. Во всяком случае, с основными элементами этого сэмплера, потому что у меня будет отпуск в сентябре, и времени на вышивку, соответственно, будет больше. Ну, и следующий процесс, который я взяла за место замка, и который я вышиваю теперь тоже по 600 крестиков в неделю, это у нас осень от Овна. Так, давайте сейчас опущу немножко камеру. Вот, этот процесс еще тот долгострой. Вышивается он очень давно, и у меня готовность работы 42%. Сейчас я вышиваю вот больше вот эту вот часть, и как раз сегодня надо было отчитаться, и я вот вышивала вот это дерево. Здесь у меня было много незашитых крестиков, 600 крестиков прибавилось. Конечно, вышивая по 600 крестиков, я буду приближаться к финишу, но это не будет тогда финишем осени, потому что там нужно вместе с бэкстичем где-то вышить порядка 27 тысяч крестиков. Вы сами понимаете, по 600 крестиков – это капля в море. Но я надеюсь, что когда закончу сэмплер, вот, яркое лето, то тогда у меня будет больше времени, и я буду вышивать другие процессы, и, может быть, и закончу осень от Овна. Я сначала думала, что я дальше продолжу играть в Средневековье с розами от Любы Воденниковой, но потом решила, что сейчас осень, и мне захочется вышивать осень. Я вроде бы не сезонная вышивальщица, но осенью мне хочется вышивать осень. Это, наверное, единственный такой вот момент, когда я вот осенью, меня тянет на какие-то тёплые, такие осенние сюжеты, а этот сюжет действительно тёплый и осенний. Так что вот такие у меня достаточно скромный результат, скромные итоги лета 2024 года, но я практически была однопроцессницей, а точнее двухпроцессницей, и пусть, да, у меня немного финишей, но они есть. Надеюсь, что осень у меня будет более богата на продвижение, потому что я выхожу из отпуска, буду стараться снимать видео и выкладывать видео раз в неделю. Напоминаю, что у нас будут видео выходить в первую очередь в ранний доступ, это на Рутюбе и на Дзене. Смотрите, где вам удобнее, ну и также я буду дальше выкладывать на ВКонтакте, пока вроде бы собираюсь выкладывать, ну и на Ютубе, конечно, тоже. Если не подписаны на мои социальные сети, все ссылочки будут в описании, подписывайтесь. Ну а я буду с вами прощаться, но прощаться ненадолго, потому что я вам еще обещала видео по моим текущим процессам, с которыми мы переходим в осень. Так что ждите, следующее видео будет именно о текущих процессах. Ну все, мои хорошие, на этом точно все. Как всегда, по традиции, желаю вам легких крестиков, всех люблю, всем пока-пока!